Эта краска Осталась одна минута! Красота требует жертв, графиня! Мои нервы! Мой сэндвич! Еще совсем немного! Приходится страдать, графиня! А я думала, это моя кабина! О, графиня, это вы здесь! Угадайте, кто я? Вам нельзя разговаривать, мисс Айрон! Ваша маска может потрескаться! Да я сама очень не тряснула, когда позволила измазать себя вашим мессивом! Кто это? Где-то я видела эту лицу! Мисс Айрон! Кто? Мисс Айрон играет в ярмарке тщеславия! Она меня знает! Вас все знают, графиня, да лажь! Светской хроники будет почти каждый день! Мириам Айрон! Моя особенность! Не могу запомнить ни имен, ни лиц! Наверное, была она на одном из моих приемов! Никогда не знаю, кого граф туда приглашает! Для аристократа Моньо! Он такой демократ! Ой, у меня есть фотография графа! Для демократа он слишком красив! А что дает грязевая маска? Подтягивает мускулы и морщины шеи! Останавливает естественный румянец! Ой, у меня хорошая кожа! Но не лучше вашей графиня! Мозура такая мягкая! У нее не такая! Ваша мягкая! Мне кажется, это было бы полезно для женщины моего возраста! Вы так говорите, вот так! Вы не молодая женщина, графиня! Мне уже сорок пять! Вам не дашь больше сорока! От силы сорок! Мой сэндвич! Вы так похудели за этот год, графиня! Мой сэндвич! Последний развод не сдолк! Мой сэндвич! Мой сэндвич! А, забавный! Нет, нет! Это не дрожон! Это тропический красный! По нему сейчас все сходят с ума! Его носит миссис Фаулин! Вы знаете миссис Фаулин? Ох! Она одевается лучше всех в Нью-Йорке, но не лучше вас, графиня. Ну вот, все самое худшее уже позади. Графиня, вы можете полюбоваться. Вперед, перезимой маски! Не знаю, не знаю, не знаю, я знаю, ворову. Старая плеча, 60, мне меньше. Еще одна забивка, и у нее не останется ни одного лукова. Линяет она сильно, а муженек свиняет через год. Только дура могла выйти замуж за мужчину на 30 лет моложе. Смотри, графиня-галаш оставила сумочку. Дай сюда, тебе нельзя, ты малолетка. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну зачем? Ну зачем тебе делать стрижку? Утром я проснулась и вдруг без всякой причины почувствовала, что пора сменить прическу. Добрый день. Мистер Майкл будет через 10 минут. Вы желаете маникюр? Я ничего не желаю. Идите. А мне бы хотелось девушку, которая делает ногти миссис Паулер. Ольга, сейчас посмотрю. Как бы мне хотелось тоже поработать над ногтями миссис Паулер. Медленно отрезать их циркулярной пилой вместе с пальцами. Сильная настоящая подруга. А ты обидела ее. За ленчем я снова все вспомнила. Нэнси, я старею. Кто это тебе сказал? Сильвия? Скажи правду. Это так страшно, когда видишь, как расползаются морщинки. Время маленькая птичка. О первой блестке белого в волосах. Так чувствуешь себя осенью. И знаешь, что весной уже не будешь никогда. Для женщины существует только одна трагедия. Состариться. Потерять мужа. Поэтому мы и боимся состариться. Ты боишься? В молодости я не думала об этом. А теперь понимаю, почему Стивен в меня влюбился. Умница. Он мне сказал в день рождения, что я для него не меняюсь. Не меняешься? Прекрасный подарок. И что, никаких драгоценностей? В тот день шел дождь. И он мне принес флакончик духов под названием «Летний дождь». Большой. Мэнси, ты никогда не любила сказать кого? Любила? Да. Ты мне не рассказывала. А ты не спрашивала. Он, кстати, тоже. Держи. Книга, которую все мои читатели ждали с такой заметной апатией. «Все мертвые леди» изначально она называлась «Из безмолвия чрева». Издатели решили, что безмолвие вызовет слишком много шума. Просите. О чем она? О женщинах, которых не люблю. Леди. Нэнси. Здравствуйте. Я Ольга. Будем распаривать? Не будем. Я уезжаю в Африку. Надеюсь, не сегодня. Пальчик, пальчик. Я знала, что если скажу, то ты начнешь суетиться. Сиди, не двигайся. Слез не надо. Не расстраивайся, а распаривайся. Пока, Мэнси. Я буду скучать. Сомневаюсь. По умным женщинам никто не скучает. Забавная женщина. Она прелестна. И садим эти. Как только эти писатели умудряются придумывать свои сюжеты. Хотя я считаю, что сюжеты не так трудно придумывать, как концы. По-моему, жизнь любого человека могла бы быть интересным сюжетом, если бы имела интересный конец. Интересный конец самое важное. Вас прислала миссис Балверка? О, она прислала мне уже трех клиентов на этой неделе. А вы знаете графиню Дулаша? Ну, ту, которая у нас сведовала состояние после смерти своего первого мужа. И сейчас у нее пятый муж. Нет, не знаю. Парти, парти. А миссис Эддит Поттер? Знаю. Она снова беременна пятым. Да, знаю. Парти, а миссис Стивен Геймс? Конечно. О, миссис Фаулер так ее жалеет. Жалеет. Вы бы тоже пожалели, если бы знали Криса Лалин. Криса Лалин? Ну, ту, которая живет с мистером Гейтем. Вам не нравится пилочка? Давайте я поменяю. Нет, не надо. Кто вам это сказал? А я думала, вы знаете. Тогда вам будет интересно. Криса Лалин, моя подруга, она продает ухи на пятый ринг. Я тоже там работала, пока меня не ухожу. Ну, вот, там она с ним и познакомилась. Со Стивеном Гейнсом. Ага. Два месяца назад. В луне целый день шел дождь. Нам, девочкам, заняться было нечем. И тут к прилавку подходит этот джентльмен. Серьезно, такой приятный, только худенький немного. Но Крисел в него и вцепился. Мне нужны духи, говорит он. Для женщины какого типа могу поинтересоваться? Спрашивает у него Крисел. Очень так вежливо. На самом деле это ничего не значило. Она собиралась впарить ему наш гость, летний дождь. Она молода? Спрашивает у него Крисел. Нет. Отвечает у нее немного смущенно. Эффектно? Слава богу, нет, говорит он. Слава богу, переспрашивает Крисел. И стреляет глазами. Она всегда, как мужчина, глазами сверху вниз, как прожектором просверливает. И затем, затем она капает себе духи вот сюда, у большого пальца. И вот сюда, по выше локтя. И дает ему понюхать. В общем, он обнюхал ее всю. И ему, кажется, понравилось, потому что мы слышали, как он назвал ей свое имя. Вы так нервничаете. И я бы об этом никогда не вспомнила. Это случалось как раз перед моим уходом. Если бы недавно я не зашла Крису поболтать, а ее хозяйка сказала, что она приехала в такой дом, где могла встречать своего друга джентльмена. Кого? Спрашиваю я. Ну того, мистера Гейнса, который торчит у нее ночью напролет. Вам больно? Нет. Мне не нужен маникюр. Только лак одень свою, два? Нет. Разве вы не за этим пришли? Все подруги миссис Паулер. То, зачем сюда приходят все подруги миссис Паулер? Я уже получила. Спасибо. До свидания. А могу я сказать, чтобы заходили миссис... Миссис Стивен Гейнс. Миссис Гейнс, я дико извиняюсь, а могу я вам чем-нибудь помочь? Перестаньте рассказывать эту историю. Молчу, как рыба. И... И, пожалуйста, никому не говорите, что вы рассказали эту историю мне. Что вы что, обещаю, миссис Гейнс. Но, вы знаете, я даже немного рада, что вы знаете, Грис Лалин ужасная девушка. Ну, то есть ужасно умная и ужасно красивая. На вашем месте я бы даже не пыталась оттащить от нее мистера Гейнса. Спасибо. Прощайте. До свидания. Не так горячо. А потом она говорит. Я не хочу, чтобы хоть один человек на свете знал про эту историю. А я ей отвечаю. Дорогая, вы можете на меня положиться? Могила. 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 А потом она сказала. Продолжение следует...